Итак, друзья, всем привет! С вами снова я, Марк Легобой. И вот сегодня я буду показывать вам, что, в общем, я сделал. Это я доделал одну из моих построек, одну из трех проекта, которую я сейчас начал делать. Это MyCrosquare, MyWall, и это Средневековье. Значит, что я нового такого добавил, чего вы не видели? Это, во-первых, ну, тут маленький такой небольшой пирс, состоящий всего лишь из двух деталей, но выглядит он достаточно круто, прикольно смотрится. Далее я добавил поезд. Поезд немножко выглядит по-современному, но это как-то что-то в стиле стимпанк, но не коричневого цвета. Не знаю, как-то так он выглядит. Он меня, в принципе, устраивает, такой дизайн. Далее я добавил сюда леса. Также далее, ну, немножко добавил всяких тут именно текстур, именно в горах. Сверху здесь у меня идут такие ворота. Сверху шляпки такие конусы, то есть цирендры. И вот они идут, ворота из золотых чашек, арки. Каких-то тоже деталей сделаны еще. Склонов. Идет такая тропинка в Колизей. Вот такой Колизей здесь располагается. Вот как он выглядит наверху, в принципе. Там можно принять как-то за флаги. Такие какие-то непонятные. Но все же это как My World. То есть мой мир, моя какая-то фантазия. И я как-то представляю это себе так. То есть Колизей совсем не такой, как вообще существует в мире. То есть какой-то мой, не знаю, фантастический что ли. Внутри идет какое-то непонятное не сражение, а что-то типа фабрики. Ну, на самом деле это не фабрика. Я даже не понимаю, что это. Как-то сколько деталей было именно. Точнее, какие детали выделил, такие и потратил. Как-то так можно озвучить. Ну и вот как все выглядит изнутри. Я все его соединил, повернул здесь. Использовал вот такие детали. Вы можете видеть. И нижний, и верхний соединил, чтобы он оказался повернутым. Также и снизу я закрепил еще вот такими маленькими детальками. Обычными пимбочками. Чтобы он устойчиво и крепко держался. То есть он практически не шатается. Даже вообще не шатается. Далее, что здесь есть. Ну, в принципе, такого, как больших таких обновлений никаких нету. Только вот добавил, как сверху, на горе. То есть идет такой, как бы, комплекс, состоящий из ворот и колизея. Ну, здесь также идет железная дорога. Конечно, непонятно, как такой большой поезд вышел из такой маленькой дырочки. Ну, то есть, точнее, из этого туннеля я не понимаю сам. Ну, это как-то, может, по-фантастически. В принципе, без разницы. Ну, здесь ничего нового не изменилось. Все так же по-старому. И сейчас я вот начал сделать современный мир. Вторую часть моей композиции, моего проекта. Выглядит это будет примерно так. То есть здесь будет идти море. На море там будут всякие лодки, корабли, всякие танкеры всевозможные. Здесь будет такой пирс идти, как бы, небольшая такая набережная. И индустриальная часть, где будут всякие разные фабрики находиться и так далее. Ну, а вообще, по идее, там будет фабрика по нефти. Связано с нефтью, с переработкой и с транспортировкой нефти. Ну, а здесь будут обычные улицы, дома. И, естественно, будет продолжение железной дороги. И вот эта часть, то есть вместо красной полосочки, у меня как-то будет оно идти вот так. То есть вот такое будет продолжение сейчас. Покажу, чтобы было виднее. То есть как-то вот так будет идти. Более в таком современном стиле. Ну, естественно, все будет красиво. Все я красиво сделаю. И внизу будут находиться всякие дома, улицы, машины и так далее. Ну, постараюсь сделать в этой зоне все возможные. Там и кафешки, может, и рестораны. Тоже какие-то интересные постройки и идеи с обычными жилыми домами. И плавно переходящие так будет отделяться все забором в какую-то индустриальную уже часть города. И, следовательно, от нее потом будет идти третья часть данного моего проекта. Это будущее. В будущее пока еще ничего, пока никаких идей нет. Но тоже подумаю что-нибудь над этим. В принципе, еще планировалось сделать вместо индустриальной части просто один большой город. Чтобы здесь такая шла лестница большая. Главное, как площадь. Но насчет этого я еще подумаю. Конечно, очень хочется сделать и танкеры всякие. Не знаю, трубы. Но может это будет и в будущем. То есть пока еще это не точно. И я как-то еще перемещу эту идею в будущее время. Ну, кто меня понимает. В принципе, респект, ребятам. И далее еще. Мне многие писали, что у меня нет ни одного выпуска. Вопрос-ответ. Как это называется у блогеров. Не знаю, у кого там. Ну, я так подумал. В принципе, можно выпустить. И мой, как мое шоу, не мое шоу, просто видео вопрос-ответ. Если вас как-то заинтересовал это, тоже напишите в комментариях. Может быть, напишите тоже какие-нибудь вопросики интересующие. Может, я уже на них буду отвечать. Ну, а так вопросов накопилось много. Поэтому сейчас я думаю, может быть, на этой недельке я и поснимаю что-нибудь типа такого. Поотвечаю на ваши вопросы. Когда я устраивал трансляцию, у меня много ребят писали всяких вопросов. Даже не только по теме Лего, но и по другим. Я тоже с радостью на них отвечал. Было интересно. Поэтому вот я решился сделать что-то типа такого подобного. И также хочется еще в дальнейшем сделать еще одну трансляцию. Как я понял, многим она понравилась. Ну, и пригласить какого-нибудь другого моего друга. И с ним тоже поразговаривать. Может, собрать какой-нибудь наборчик, сделать какой-нибудь конкурс. Кстати, извиняюсь, что я обещал сделать конкурс, но так и не сделал. Но я все равно когда-нибудь его должен буду сделать. И за это я очень сильно извиняюсь. Ну, а так пока, в принципе, по новостям все. Вот детали я выделил, которые понадобятся мне для постройки современного мира. Но еще, естественно, не все. Буду еще и отсюда использовать. Ну, вот пока у меня есть пятница, суббота, воскресенье. Я буду строить и буду, естественно, делать еще влоги. И завтра, и послезавтра. И, может, возможно, я завтра пойду в лего-магазин, что-нибудь приобрету себе и сделаю видео. Ну, а так это все. Спасибо, что вы посмотрели такой вечерний влог. Ждали, я писал в свою группу. Многие ребята писали, что наконец-то какие-то идеи выпускаешь влоги, потому что я их уже давно очень не делал. У меня сейчас идет учеба, я занят. Но вот когда время есть, когда я приезжаю на свою старую квартиру, все-таки немножко так в лего играю. Не играю, просто строю что-нибудь из него. Потому что все равно, конечно, любовь к лего у меня осталась. Ну, а так все. Всем большое спасибо за просмотр. Ждите в новых влогах. И всем пока.